Помощь всем миром в Богоявленском соборе состоялась благотворительная ярмарка. Новорингойцы могли приобрести елочные игрушки, ручной работы, комнатные растения и даже вышитые бисером иконы. Собранные деньги пойдут на реабилитацию Марка Волкова. У ребенка – аутизм. Тюменские врачи готовы помочь мальчику, но на это нужна достаточно серьезная сумма. Подробности у Алены Ядны. Следующий мяч. Целишься в мою воду. Мяч. Молодец. Так, еще. Мяч должен долететь до манивы. Марку Волкову 8 лет. Он любит животных, особенно лошадей и дельфинов. Даже научился плавать. Мечтает однажды с ними искупаться. В этом году впервые прокатился на велосипеде. Но его детство проходит не так, как у сверстников. У Марка аутизм вследствие органического поражения мозга. Ему тяжело озвучивать свои желания. В детском саду он может находиться только по несколько часов. Марк часто не спит из-за сильных головных болей. Родился в городе Новый Уренгой в 2012 году в крайне тяжелом состоянии. Два месяца мы в больнице лежали, выхаживали. Но остались последствия. В головном мозге осталась эпилепсия, субклиническая эпилепсия и большая киста. Ну и получается ему 8 лет. Он до сих пор не разговаривает. После проведенных в прошлом году двух операций появились улучшения. Но нужно постоянно заниматься восстановлением мозга. Нет, нет. Нет, Марк. Вот сюда ставь. Вот сюда. Вот сюда. Ну давай. Марк уже прошел более 20 курсов реабилитации. Это очень затратно для семьи. Сумма всегда зависит от длительности занятий. Раз в год 100 тысяч даёт благотворительный фонд «Ямине». Денег хватает на три недели. И этого недостаточно для ощутимых улучшений. Сколько у нас денег есть, мы столько занятий берем. А в его случае, допустим, есть метод ABA-терапия. Это научно доказанный такой метод коррекции аутизма. Международный такой. Там надо занять, чтобы был эффект от занятий, надо заниматься 36 часов в неделю. Не менее. Вот у них такие. А если меньше занимаются, вроде как бы они не отвечают уже за результат. Борьба за мечту восстановить здоровье сына придает сил семье мальчика. А неравнодушные люди стараются помочь воплотить её в реальность. Господи, Господи Богу, ученики души, придержив плату на неё. Господи, 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 и насти можно разварствовать в детстве. В Богоявленском соборе уже несколько лет собирают деньги Марку Волкову, устраив до благотворительной ярмарки. За символическую плату горожане приобретают ёлочные игрушки, рамки для фотографий, оригинальные свечи, комнатные растения и полезные мелочи ручной работы. Всё это делают на уроках труда воспитанники воскресной школы. Свои подделки приносят и прихожане. Маленькие ещё тогда воспитанники, уже они выросли, подходили, и они, я не знаю, вот с такой добротой её даже не описали в глаза, говорят, а если я сделаю шарик, он поможет Марку? Знаете, это до слёз очень трогательно. И они, я до сих пор не могу волнаться. То есть, вот такие моменты волнительные, когда у детей свет в глазах, вот это добро, которое они несут, маленькое добро в мир. Это, это не купишь, наверное, ни за какие деньги мне. И вот на протяжении, наверное, двух, уже двух с половиной лет мы мальчику помогаем. И мальчика, слава богу, благодаря курсам реабилитации положительная динамика. То есть, даже мальчик, который, какой он был год назад и какой сейчас, это два разных ребёнка. То есть, колоссальнейшие сдвиги. В этот раз в ходе ярмарки удалось собрать 103 тысячи рублей для Марка Волкова. Уже в январе он пройдёт курс реабилитации. Алена Ядни, Николай Александров, служба новостей «Импульс».